Сколько квартир вы сменили за свою жизнь? Кто-то меняет даже города и все адреса вспомнит не сразу. А кто-то живет всю жизнь в одном месте и всю эту жизнь мечтает переехать. Потому что дом дышит наладом. Расселение аварийных домов сегодня задача государственного масштаба, но решают ее на местах и средств не всегда хватает. Как расселить ветхое жилье, чтобы не нарушить законы, не ущемить права людей, которые там живут? Обсудим здесь и сейчас. В нашей студии глава города Гусь-Хрустального Алексей Соколов. Алексей Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер, Илья. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Наши номера на ваших экранах. Звоните, не стесняйтесь. Алексей Николаевич, для многих городов России и области, в частности, особенно Гусь-Хрустального, вопрос расселения ветхого жилья стоит остро. Правда, не про каждый город. Как мы понимаем, снимает сюжет на федеральных каналах и на Владимирских тоже. А вот Гусь-Хрустальный в последнее время мелькает. На ваш взгляд, по вашим оценкам, чем вызвано такое состояние жилого фонда? Это недосмотр ведомственных каких-то структур, которые владели жильем? Эти дома строили как временные? Это уже в числе причин? Само желание жителей поскорее переехать и, соответственно, отсутствие ремонта? Или что-то еще? А может быть, все вместе? Илья, ну, в принципе, вы практически основные причины уже сами перечислили. Но сейчас более подробно здесь пройдем по деталям. Значит, понятно, что у нас в городе проблема переселения жителей из ветхого и аварийного фонда – это проблема номер один. И именно в Гусь-Хрустальном она стоит очень острая эта проблема. Почему? Потому что у нас в городе наибольшее количество домов, если взять всю Владимирскую область, таких домов, которые нужно расселить. Даже вот только в цифры вдумайтесь, да, у нас, если взять открытие областной программы, посмотреть весь список, каждый пятый дом в этой программе находится в городе Гусь-Хрустальный. А хотя, если взять по количеству жителей, то у нас каждый 25-й житель Владимирской области живет в городе Гусь-Хрустальный. То мы видим, какой идет дисбаланс вот в этих пропорциях. И понятно, какая перед нами стоит очень острая задача. У нас всего домов, которые необходимо расселить на территории города на данный момент, 114 домов. То есть это 40 тысяч квадратных метров, это чуть больше 2000 жителей проживает в этих домах. Поэтому мы понимаем, насколько эта проблема актуальна. И когда было некоторое время паузы, порядка двух лет, программа федеральная закончилась, а новой программы не было, и этот процесс он встал. И ясно, что жители, когда увидели, что сейчас программа начала опять работать, потому что в этом году мы два пятиэтажных дома новых ввели, построили, полностью их заселили. И когда жители аварийных домов видят о том, что процесс пошел, у них есть такая тень сомнений, что про них, может быть, забыли, их не расселят. Почему там какой-то дом, может быть, даже по их мнению лучше выглядит, но его же стали расселять, а наш дом забыли. И, естественно, поэтому есть большое количество звонков, обращений, в том числе журналистам на телевидение. Понятно, перед нами, перед городскими властями, перед областными поставлена задача расселить все дома, которые признаны аварийными. Сейчас мы работаем по программе, мы должны расселить все дома, которые признаны аварийными, до 1 января 2017 года. Это по федеральной программе, с привлечением федеральных средств. А еще есть отдельная областная программа, куда уже попадают дома, которые мы признаем аварийными после 1 января 2017 года, те дома, которые мы начали признавать. И вот вы в самом начале задали вопрос, как ускорить этот процесс. Естественно, этот процесс ускорить, самое главное, чиновники на местах, то есть мы, все уровни власти, все структуры от кого-то зависят, должны работать расторопно. Это раз. И второе, по мере увеличения финансирования, чем больше будет выделяться денежные средства, тем этот процесс пойдет быстрее. И вот для примера, в этом году мы расселили 112 семей, то уже в следующем году у нас запланировано в два раза больше, это 215 семей мы должны будем расселить. Это и предоставить квартиры в новых домах встроящихся, и это выкупить у собственников жилых помещений их жилье, которое непригодно для проживания. А почему такое большое количество домов именно у нас в городе? Ну, тут действительно, да, несколько факторов. Первое, и многие из этих домов в свое время предприятия строили именно как временные, раз. Второе, это материалы, из которых эти дома, естественно, строились. Дальше во многих из этих домов отсутствует коммуникация. То есть мы понимаем, что в 21 веке жить в доме, в котором и дома эти зачастую стоят в центре города, в которых печное отопление, в которых нет холодной воды, в которых нет канализации. И есть выгребные ямы, ну, это понятно, не лезет ни в какие рамки. И немаловажный фактор такой, что когда в свое время начали дома приватизировать, квартиры в домах начали приватизировать, никто еще на тот момент не думал о капитальном ремонте многоквартирных домов. То вот этот разрыв, он практически 20 лет состоял, между тем, как пошла программа приватизации квартир и между тем, как начал работать фонд капитального ремонта. И вот эти 20 лет дома, в них не вкладывались деньги, они, многие из них, не ремонтируются вообще. И житель частного дома, он понимает, что он отвечает за все в этом доме, он и крышу ремонтирует, самые трубы, коммуникации, то есть полы, он все делает полностью за свой счет. А жители многоквартирных домов, вот весь этот период, многие из них, ну, практически ничего не делали. Поэтому процесс старения, процесс ветшания домов, он только ускорился, к сожалению, за эти годы. И поэтому перед нами, повторяясь, задача расселить все дома, которые признаны нас аварийными в городе. Часть проблемных домов города, кстати, ведь не только для Гусь-Хрустального эта проблема актуальна, это памятники. Им нужна реставрация, а не ремонт, процесс, в общем, принципиально иной. Подход научный, денег, на это нужно больше организации, которые занимаются реставрацией, их меньше. И, соответственно, перед властями всех уровней стоит вопрос, что с этим домом делать? Или там оставить Гусь-Хрустальный, Собинку, Суздаль, Александров без исторического наследия, снеся и расселив дома? Нет, проблема на самом деле может быть решена, да? Вот вам новые квартиры, дом под снос, забыли. Но тогда, а что тогда привлечет сюда туристов? Как воспитывать патриотами будущего поколения и так далее? Проблем очень много. Только есть, наверное, насущные и какие-то второстепенные. На ваш взгляд, вот этот вопрос, он вообще решаемый в нынешних условиях? И кто, учитывая, что и так много задействованных структур, кто еще должен подключиться, чтобы проблема, в общем-то, с мертвой точки пошла? Понятно, что проблема решаема. Естественно, гораздо дольше, гораздо дороже в части бюджетных затрат, но она решаема. И вот то, как вы сказали, что дома надо расселить, а потом снести, а в части объектов культурного наследия это неприменимо. Их сносить нельзя вообще, ни при каких условиях, ни при каких нам основаниях. И перед нами, естественно, стоит задача, самое главное, это людей расселить. Потому что, когда и встречаемся с жителями, и с корреспондентами, в том числе с журналистами, и вот этот вопрос задают, а как вот расселить, а если канализацию провести, а если провести воду, а вот отопление, давайте не забывать, у них внутри печки, раз. А значит, канализация во многих из этих домов даже нет подвалов. И, повторяюсь, задача стоит перед нами, и жители, естественно, основное, что они просят, это расселить их из этих домов. Их, на самом деле, многих из них не волнует судьба этого дома, как памятника. Потому что есть две позиции. Одна позиция городозащитника, памятник обязательно должен быть сохранен. И другая позиция жителя памятника, который понимает, что это некомфортное, несовременное жилье, отсюда поскорее хочется сбежать. Правильно. И поэтому, повторяюсь, основное, большинство жителей хочет именно переселиться из этих домов. И для того, чтобы этот вопрос решить, мы сейчас меняем подход и признаем не отдельные квартиры, непригодные для проживания в этом доме, а будем признавать дом полностью непригодным для проживания. Это позволит попасть дому в региональную программу. Это позволит нам, муниципалитету, жителей этих квартир, которые входят в состав дома, расселить. А дальше, понятно, этот дом будет уже нашей головной болью. Это будет наша задача, как этот объект культуры и наследия сохранить. Пока мы этого не сделаем, так и будет вопрос стоять на месте и с мертвой точки никуда не двигаться. Вот это понимание у нас есть на уровне администрации области. То есть, тоже вот этот механизм, алгоритм, как нам действовать, мы выработали. Нам теперь это понятно. И процесс признания домов целиком, подчеркиваю, домов вот таких, которые являются объектом культурного наследия, мы это уже начали делать и будем продолжать. Иллюстрация ваших слов, сюжет губернии 33. Предлагаю на него и отвлечься. Заложники особого статуса. В Гусь-Хрустальном сразу 17 семей живут в доме, которому требуется капитальный ремонт. Жильцы готовы привести здание в порядок за свой счет. Но дом является объектом культурного наследия. И реставрировать его имеют право лишь специалисты. Самсоновы трехкомнатную квартиру в доме номер 11 на улице Рудницкой купили полгода назад. Сделали ремонт. Хотели обновить и внешний фасад здания. Здесь возникли первые проблемы. Потому что вот сейчас мы видим опорные колонны, которые снизу просто развалились. Но я не имею права к ним прикоснуться по нескольким причинам. Во-первых, у меня нет компетенции, я не профессионал. Тут нужны четкие, жесткие расчеты, нагрузки и все прочее. Во-вторых, это памятник архитектуры, которому мы тоже не имеем права прикоснуться. Соответственно, те люди, которые имеют право делать, не делают. А кто хочет делать, не имеет права. Дом построили в 1875 году. По документам, это памятник градостроительства и архитектуры. Аварийным он признан частично. Из-за пожара перекрыты три квартиры. Парадная представляет собой двойную арку. Установки дверей архитектурный ансамбль не предусматривал. Изначально мы знали, куда, в какие условия мы въезжаем. Но изначально мы не знали того, что мы не можем что-то сделать сами. Сейчас мы с этим столкнулись. И даже элементарно сделать подъезд, поставить окна, двери мы не можем, мы не имеем права трогать памятник архитектуры. В ближайшее время чиновники мэрии намерены узнать, готовы ли люди переехать в маневренный фонд на время проведения ремонта. Вернуться в свои квартиры они смогут только после реставрации. Второй вариант – признать дом аварийным. Основания для этого есть. В Гусь-Хрустальном 87 квартир расположены в домах, которые являются объектами культурного наследия. Каждая из них признана аварийным лишь частично. Именно из-за этого здания не попали ни в федеральную, ни в областную программу расселения. Не завидуешь, честно говоря, жителям памятников. Вот опять же две позиции. И хочется жить в комфорте, но не получается жить в комфорте. Соответственно, какой позиции все-таки склоняются гусевчане, живущие в добротных и недобротных старинных особняках? Поскорее сбежать или жить, но с помощью властей, с помощью собственных сил этот дом восстанавливать, сохраняя и историю своей семьи, историю своего города? Ну, как я уже говорил, что именно если взять дом Рудницка-11, часть жителей хотят, чтобы этот дом был отреставрирован, отремонтирован и продолжать жить в нем. Часть жителей хочет все-таки, чтобы он был признан непригодным для проживания, аварийным. И, соответственно, получить другие квартиры уже в новых современных домах. У нас сейчас начинает работать комиссия межведомственная, которая будет обследовать дом, обследовать конструкцию этого дома. И вместе с собственниками жилых помещений, соответственно, будем приходить к общему такому мнению, что нам делать с этим домом дальше. У нас есть звонок на линии, я предлагаю поприветствовать нашего дозвонившегося. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Бабкина. Я проживаю в городе Гусьхрустальном на улице Добролюбово. У нас дом деревянной постройки 1926 года. Ему уже скоро будет 100 лет. В 2012 году его признаны аварийными. И вот мы ждем до сих пор, куда нас выселят и когда нас выселят. Спасибо большое. Насколько я понимаю, вот как раз этот рубеж, 2012 год, когда у нас большая часть домов была признана аварийными. И были заявления, что дома до этой даты расселили. Что с этим? Дома, которые признаны непригодными для проживания аварийными в 2012 году. Задача, как я вначале тоже сказал, планы у нас увеличены. Нам на следующий год, ну их уже в этом году вы выдали средства, но они переходят на 2021 год. Дополнительно выделены 243 миллиона рублей. И это нам позволит, повторяюсь, в два раза увеличить те планы, которые у нас были первоначально. И в 2021 году мы дом на Добролюбово, о том, о котором сказал заявитель, мы обязательно в следующем году расселим. В итоге это будет новый, многоквартирный дом где-то, возможно, даже в этом районе. Это будет дома, район улица Старых Большевиков, улица Тамбовская. Жителям города они узнают, но это не так далеко от улицы Добролюбово. То есть это такой район, где мы сейчас ведем строительство домов. И в эти дома расселяем жителей аварийных домов. В 2020 году мы построили, ввели в эксплуатацию два пятиэтажных дома. Сейчас ведется строительство третьего и начнется в ближайшее время строительство четвертого пятиэтажного дома. И всего в этом районе, это район улицы Старых Большевиков, Рязанская, Тамбовская, у нас запланировано шесть пятиэтажных домов практически полностью под программой переселения. Это обжитой район? Люди не будут жаловаться, что их из центра куда-то на отшиб? Это абсолютно обжитой район. Это можно даже сказать, ну, близко к центральной части города, рядом. И объекты такие, если даже взять, как налоговая инспекция, пенсионный фонд, администрацию города, в том числе недалеко. Рядом проходит автобусный маршрут 124П, с буквой, который ходит мимо пенсионного фонда. То есть инфраструктура там вся рядом. У вас есть города, где, в общем, тоже остро стоит проблема, ну, давайте прямо скажем, развалюх. И их сносят улицами, и строят целые кварталы. Ну, понятно, что таких много, мне кажется, пальцев в одной руке много, да, для того, чтобы такие города назвать. Вот, если говорить о комплексном подходе, вы сейчас понимаете, что вот эта улица будет снесена, вот эта улица будет построена, или, к сожалению, пока карта города в этом смысле как лоскутное одеяло? Да, действительно, элементы вот таких лоскутных одеял, они у нас еще присутствуют, потому что дома признавались, вот начиная с 2012 года, да, как действует эта программа, не признавались дома, к сожалению, у нас в городе, ну, скажем так, целиком или улицами, или кварталами. И такого, что вот мы одновременно расселяем все дома вот в данном районе, на данную улицу, у нас такого нет. И все-таки идем вот по дате признания домов аварийными. Но, как я тоже вначале говорил, очень многое зависит от нашей расторопности. И программа переселения, она заставляет работать все структуры администрации и, забегая вперед, уже делать планы. То есть сейчас мы разрабатываем проекты планировки территорий. Всего мы в этом году разработали, уже и утвердили, 4 проекта планировки территорий. И еще в работе у нас, еще находятся в работе 11 проектов планировки территории, в том числе это территории, на которых находятся аварийные дома. То есть это нам позволит, мы уже понимаем все улицы, все районы, где дома признаны аварийными. Мы уже забегая вперед, делаем проект планировки территорий, понимая, что все эти дома мы расселим, мы их снесем. И на этом месте мы уже предусмотрели строительство многоквартирных жилых домов. И строительство в том числе индивидуальных жилых домов, что для города тоже востребовано. Давайте не забывать, что есть и перед муниципалитетом обязанность предоставлять земельные участки, в том числе многодетным семьям, бесплатно, те, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. И всего по таким проектам планировки территории у нас запланировано предоставление 105 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. И мы сформировали земельные участки под строительство многоквартирных жилых домов общей площадью 77 тысяч квадратных метров. То есть это с лихвой позволяет переселить все дома, которые признаны аварийными. Я вначале сказал, что на 40 тысяч квадратных метров признаны аварийными. А всего по проектам 77 тысяч мы запланируем на строительство новых многоквартирных жилых домов. Я напомню нашим зрителям, что нам в эфир можно дозвониться и задать вопрос номера на ваших экранах. Алексей Николаевич, немножко сменим тему. Совсем недавно вы высказали поддержку депутатам ЗАГС Собрания, которые такой довольно сложный вопрос подняли, перераспределение дорожных денег с дорог областного уровня на дороги муниципалитетов. Понятно, что и тот, и другой вопрос важен. И мы действительно привыкли в последние годы ездить по ровным дорогам. Но, к сожалению, не все города у нас в области отличаются дорогами ровными. Про некоторые анекдоты рассказывают. Про гусь таких не слышал, но понимаю, что тоже проблема стоит. В этом году вам удалось провести дорожную ремонтную кампанию, вот такую серьезную, или вся надежда на вот этот большой транш? В 2020 году, во-первых, мы начали ремонт слишком поздно. То есть средства из областного бюджета, которые в том числе нам выделяли субсидии, из областного бюджета, она была выделена не когда нам хотелось бы весной, она выделялась уже летом. И с учетом того, что нам субсидию все эти контракты приходится торговать, мы приступили к ремонтным работам уже фактически в середине лета. Это раз. А второе, естественно, это не была какая-то крупная, такая масштабная кампания по ремонту дорог. Мы отремонтировали, в принципе, только основные дороги, там, где автобусные маршруты, там, где есть социальные объекты, это больницы в первую очередь. То есть мы помним, что уже летом мы жили в условиях пандемии, и вопрос доставки больных или пациентов в больницы или в поликлиники, он стоял очень остро. И вот основные дороги, как раз повторяется, то, что мы отремонтировали, это было то, что непосредственно в близости от социальных объектов, от объектов здравоохранения. Почему это сейчас тоже очень остро стоит и очень актуально? Все муниципалитеты, ну, понятно, я про другие не могу судить, там, подробно, да, про Гусь-Хрустань я четко могу назвать и все цифры, и состояние дорог у нас в городе. Мы столкнулись с тем, что последнее, и это было в 2019 году, в 2020 году, мы увидели снижение средств, которые выделяли в виде субсидий из областного бюджета, и которые направлялись в муниципальные дорожные фонды. И вот это снижение средств, оно стало нарастать, как снежный ком на качество дорог. То есть, чем меньше мы вот в этом году ремонтируем дорог, тем понятно, что качество дорог становится хуже, и тем больше нам предстоит ремонтировать в последующие периоды. И почему вот и все города, естественно, я тоже этот вопрос поддержал, мы просим дополнительно выделить в муниципалитеты средства на ремонт дорог, муниципальные дорожные фонды, потому что все-таки действительно, и это на самом деле нельзя не отметить, и вот вы правильно сказали, и я как житель области, да, перемещаясь по дорогам, я вижу, насколько улучшается качество региональных дорог. То есть, строятся и новые участки дорог, и те, которые, значит, ну, дороги, те участки дорог, которые являются региональными, все лучше и лучше ремонтируются, находятся все в более лучшем качестве, то муниципальные становятся все хуже и хуже. Вот поверьте, это очень такой серьезный диссонанс, когда мы едем по региональной дороге, потом мы въезжаем в город или в поселок, там, туда, где уже уровень ответственности муниципальные, и качество дорог становится на порядок хуже. И почему необходимо этот вопрос решать именно сейчас, не весной и не летом? Нам нужно строить планы. У нас заканчивается 2020 год, мы сейчас принимаем бюджет на 2021, и нам уже нужно четко понимать те дороги, которые мы будем ремонтировать, те тротуары, которые мы будем ремонтировать. Нам нужно готовить смертную документацию, нам нужно выходить на торги, и желательно эти объемы, эти средства финансовые видеть уже сейчас. И чтобы это было не один год, а чтобы это было каждый год в таком планном порядке. Ведь мы сейчас и бюджет принимаем не на один год, а на три года. У нас сейчас все бюджеты, и областной, и федеральный, и местный бюджет, это бюджет трехлетний. И хотелось бы эти средства видеть и на 2021 год, и на 2022, и на 2023. Тогда это позволит нам не в авральном режиме делать ямочные ремонты, делать заплатки на дорогах, понимая, что это там только один сезон прослужит, а все-таки планировать хороший, качественный ремонт, тот, который прослужит 5 лет не менее. Еще один дозвонившийся. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Еще один дозвонившийся. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Меня зовут Короткого Ольга. Мой сын занимается футболом. Ему 11 лет, и он бы хотел задать вам очень наболевший вопрос. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Меня зовут Тимофей. У нас в городе построили бассейн. Мы долго этого ждали. Спасибо большое. В спорткомплексе есть новый зал. Но нам одного зала не хватает. И зимой нам приходится заниматься на открытых полях на снегу. Возможно ли решить этот вопрос? Будет ли у нас в городе построен закрытый зал? Где нам можно будет заниматься футболом, в том числе и зимой? Спасибо вам большое. Спасибо, что смотрите нас, Алексей Николаевич. Действительно, давно строили, 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 наконец построили, да, как в одном мультфильме. Но, по-моему, не все хорошо. Да, действительно, вопрос непростой для нашего города у меня, очень актуальный. И здесь, может быть, знаете, даже, вот, опять же, в начало нашего эфира, в начало нашей передачи мы вернемся, когда я говорил, какое количество у нас домов аварийных, да, масштаба всей области, у нас такая же проблема и с социальными объектами. То есть, на самом деле, вот, в нынешней, современной России, в наше новое время, у нас не было построено ни одного социального объекта. Это ни школы, ни сады. И вот, если даже взять, у нас из 12 зданий школ, самые, скажем так, вот, современные, уже скоро будет 30 лет. То есть, опять же, она была завершена строительством, школ номер 3, там, в самом начале 90-х годов. Детские сады у нас и школы есть, здания, которым тоже уже, вот, в ближайшее время будет, там, по 90 лет. То есть, понятно, что перед городом остро ставить задачи не только строить дома, о чем мы сказали, да, но и также строить социальные объекты. Это и школы, и сады, и спортивные объекты. А спорткомплексы имени Павушкина и бассейн, о котором сказали, действительно, это, там, огромные события для города, реконструкции. Особенно, да, бассейн, там, 40 лет ждали, не могли его построить, наконец-то закончили. И в нем есть зал. Это игровой зал, полностью отреконструированный, где проходят соревнования по игровой виду спорта. Но понятно, что городу недостаточно одного зала. Недавно мы получили в безвозмездное пользование на 5 лет спортивный зал, который находился в федеральной собственности. Это спортивный комплекс «Атлант». И теперь у нас два игровых зала. И, повторяюсь, даже двух игровых залов нам недостаточно. Потому что, что такое игровой зал, да, это все игровые виды спорта активные. Это мини-футбол, это волейбол, это баскетбол, с учетом того, сколько у нас команд. И детские команды, взрослые команды, всем нужно заниматься. И вопрос, действительно, в том числе в футболе, стоит очень острый, ну, да, хороший такой, острый вопрос, актуальный. И с чем мы тоже сталкиваемся, это с тем, что у нас, нам нужно разрабатывать проект с методом документации. Для того, чтобы войти в любую программу, в областную программу, в федеральную программу, нужно наличие проекта, который бы прошел экспертизу. И остро стоит вопрос. В футбол действительно приходится детям заниматься зимой на улице. Это и хоккей. У нас нет ни одного объекта. Значит, ну, хоккейные коробки у нас есть, зимой мы заливаем. Но, опять же, если взять прошлую зиму, заниматься негде было, по большому счету. Это и борьба та же самая, поскольку сейчас борцам приходится заниматься в одном зале, там, где занимается легкой атлетикой. И вот такая задача перед городом стоит. И мы однозначно в следующем году начнем делать проектно-инструментную документацию по строительству вот такого крытого, не знаю, как правильно назвать это, зал или манеж, может быть, правильно это назвать, да, именно для занятий мини-футболом в зимнее время. И мы это обязательно в следующем году будем делать. Сделаем проектно-инструментную документацию для того, чтобы потом уже войти в программу и начать строить этот зал. О том, как меняется городская среда в Гусь-Хрустальном, следующий сюжет нашего телеканала. В Гусь-Хрустальном в этом году обновили сразу два общественных пространства благодаря национальному проекту. Площадки для благоустройства выбирали сами жители города. Брусчатка, зона отдыха и доступный Wi-Fi. Так сегодня выглядит сквер на центральной улице Гусь-Хрустального. Еще два года назад картина была плачевной. Старые деревья, сорняки и горы щебенки. Благоустраивать пустырь начали члены местной организации воинов-интернационалистов. Позже общественников поддержали и в мэрии. Внесли благоустройство сквера в нацпроект «Жилье и городская среда». Это мы называем сквер на интернациональной православной гимназии. В прошлом году в эту территорию было вложено 8,5 миллионов. И в этом году сюда было вложено 10,7 миллиона. Ну, там 10,770. На пустыре спилили старые деревья, после чего полностью заменили грунт. Над проектом работали профессиональные ландшафтные дизайнеры. В сквер приходят на прогулку родители с детьми. Привлекает жителей города и бесплатный Wi-Fi. Мы сегодня пришли сюда первый раз, нам очень понравилось. Очень удобно, все здесь хорошо. Покрытие очень хорошее, место замечательное, и храм, и школа. Очень большая благодарность руководству за то, что такое нам в нашем городе. Потому что у нас мало таких объектов, где можно было погулять с детьми. На сайте администрации города завершилось голосование по объектам, которые в Гусь-Хрустальном благоустроят в следующем году. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» мэрия обновит сквер у детской школы искусств. В вашем городе чему приоритет? Дворам по этой программе или все-таки общественным пространством? Мы каждый год делаем и дворы, и общественные пространства. Понятно, что дворы востребованы жителям, в первую очередь, многоквартирных жилых домов. Общественные пространства уже для всех жителей города предназначены. Если взять этот год, в сюжете мы с вами видели, это общественное пространство на улице «Интернациональный сквер», и также был благоустроен сквер школы номер 10. Если взять количество многоквартирных домов, где был проведен комплексное благоустройство, это 23 многоквартирных дома, где в 2020 году мы эти работы провели. Вообще, если взять отличную программу, и по этой программе с началу действия мы уже территорию 73 многоквартирных домов отремонтировали и привели в хороший современный вид. Я вернусь немножко к дорожной теме. Гусевско-Рязанское направление, теперь трасса федеральная. Вот такая передача полномочий. Что она для вашего города означает? Ну, естественно, передача дороги Владимир Гусьхустан и Тома Рязань в федеральную собственность для города, ну, все-таки с прицелом на будущее, значит, я думаю, немало. Почему? Во-первых, эта дорога, она теперь вошла в состав дороги Золотое кольцо. Это федеральная дорога, номер ее Р-132, Золотое кольцо, и она таким, как является большим кольцом вокруг Москвы, связывает очень много городов, как раз которые входят в состав вот такого вот исторического Золотого кольца, да, где много туристических маршрутов. И понятно, что одно только название, Золотое кольцо, обязывает и нас, власти города, делать так, чтобы наш город приезжал больше туристов. Конечно, сама дорога через Гусьхустан и не проходит, у нас есть окружная дорога, и она проходит мимо города, но все равно мы понимаем, что могут жители, ну, не жители, а, значит, туристы заехать, те, кто приезжает мимо к нам в город. Вот, и вот вопрос как раз о передаче дорог, вернее, не передаче дорог, а увеличение, да, средств, которые передаются в муниципалитеты, он очень стоит актуально, потому что, поверьте, мы должны не ударить для средств и привести уличную дорожную сеть города в нормативное состояние. И количество дорог, качество дорог повысить, количество ремонта увеличить раз, и количество тротуаров, потому что у нас в городе очень остро стоит проблема, в том числе и с тротуарами. То есть, новые тротуары строятся очень мало, а старые практически не ремонтируются. И, конечно, если турист приедет к нам в город Гусь-Рустальный, хотелось бы, чтобы он двигался не только на машине, но и пешком по хорошим благоустроенным тротуарам, по хорошему такому общественному пространству. Поэтому, повторюсь, это для нас хороший задел на будущее, но это и большая ответственность для нас в части приведения уличной дорожной сети в нормативное состояние. Алексей Николаевич, огромное спасибо, что заглянули к нам. Приходите еще. Спасибо, приглашайте. Губерния 33 следит за происходящим по всей области. Спасибо вам, что смотрите нас. Завтра в нашей студии директора департамента ЖКХ Елена Семенова. Уверен, у вас уже есть к ней вопросы. До встречи.